Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Маркетс ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Курс евро-доллар риск укрепился на прошлой неделе, преодолел ключевой уровень сопротивления 1,20 и завершил торги на отметке 1,2030. Рост пары в первую очередь был связан с очередным заседанием Европейского центра банка в четверг. Рынки ожидали, что ЭЦБ объявит начало сворачивания программы количественного смягчения, и на фоне этих ожиданий курс европейской валюты активно укреплялся. В целом, ожидания инвесторов не оправдались. Марио Драги сказал, что европейский регулятор, скорее всего, примет решение об изменении объемов закупки ценных бумаг на следующем заседании в октябре. Этого заявления было достаточно для того, чтобы оптимизм рынков остался высоким, и курс евро продолжил расти. Нет принципиальной разницы, в сентябре или октябре начнется ужесточение монетарной политики в еврозоне. Главное, что рынки точно понимают, что это случится. Дополнительным позитивным фактором для укрепления евро стал пересмотр прогноза экономического роста еврозоны в текущем году в сторону повышения с 1,9% до 2,2%, что стало самой высокой отметкой за последние 10 лет. Кроме роста экономики, рынки надеются на восстановление инфляции. Августовский незначительный прирост индекса потребительских цен прибавил оптимизма. Еще одним фактором роста пары евро-доллар стала слабость американской валюты. Два урагана, обрушившиеся на США, привели к падению доходности американских облигаций и снижению ожиданий по поводу укрепления американской экономики более высокими темпами в третьем квартале. Прогноз роста ВВП по модели ФРБ Нью-Йорка снижен до 2,1% в третьем квартале и до 2,6% в четвертом. Количество заявок на пособие по безработице значительно увеличилось на прошлой неделе, что стало прямым следствием урагана в Мексиканском заливе. Рынки практически уверены в том, что ФРС не станет еще раз повышать процентную ставку в этом году, особенно на фоне случившихся и ожидаемых изменений в составе Федерального резерва. Сенат США одобрил повышение потолка государственного долга и отменил лимит на новые заимствования до декабря, что незначительно поддержит американскую валюту. При этом нужно понимать, что это лишь очередная короткая отсрочка. Через 4 месяца проблема вновь будет актуальной и повлияет на декабрьское решение ФРС о возможном повышении ставки. Курс пары EURUSD будет получать поддержку как минимум до следующего октябрьского заседания ЦБ. На предстоящей неделе опубликуют окончательные августовские данные по инфляции еврозоны, а также состоится заседание ФРС. Впрочем, инвесторы не ожидают никаких важных решений от регулятора на этом этапе лишь комментарий по текущей ситуации. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары EURUSD к уровням сопротивления 1,2050, 1,2075, 1,2100, 1,2135 и 1,2190. Курс фунт-доллар укрепился более чем на 250 пунктов на прошлой неделе, закрепился выше ключевого уровня 1,30 и завершил торговую сессию на отметке 1,3183. Глобальная слабость американской валюты опять стала главным событием недели и привела к существенному росту пары. Укреплению фунта против доллара не помешало и снижение индексов деловой активности в секторе услуг и строительном секторе в августе. Дополнительным фактором в пользу роста пары в конце недели стал незначительный рост производства в секторе обрабатывающей промышленности, а также небольшое снижение дефицита баланса внешней торговли, как следствие роста экспорта товаров в Евросоюз. Впрочем, по данным Национальной статистической службы Великобритании, улучшение баланса оказалось минимальным и не повлияет на опубликованную ранее оценку роста ВВП. На предстоящей неделе состоится заседание Банк Англии. Рынки не ждут от британского регулятора слишком многого. Ранее Банк Англии обозначил свою позицию, понизил прогнозы основных экономических показателей и заявил, что будет сохранять мягкую монетарную политику достаточно долгое время. Более интересными и важными могут стать некоторые индикаторы за август, которые будут опубликованы на этой неделе. Индекс потребительских цен может восстановиться к уровню 2,8% на фоне сохраняющегося высокого курса фунта после незначительного снижения показателя ранее. Уровень безработицы, скорее всего, сохранится высоким. А главным событием может стать ожидающееся укрепление средней заработной платы до 2,3%. Главным риском для британской валюты по-прежнему остаются продолжающиеся переговоры по Brexit. Прошедшая неделя не принесла никаких изменений. Стороны не могут достичь компромиссов в базовых вопросах, включая сумму выплаты Великобритании и Евросоюза. Уверенный пробой пары фунт-доллар ключевого уровня 1,30 стал довольно неожиданным и может говорить о восстановлении восходящего движения к максимуму года на отметке 1,3267. Фундаментальные данные, скорее всего, также будут поддерживать рост пары из-за сохраняющейся слабости американского доллара. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары фунт-доллар к уровням сопротивления 1,32, 1,3220, 1,3240, 1,3265 и 1,33. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс ТВ теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова